В Ростове-на-Дону завершился международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездный дождь». Наш город на этом престижном конкурсе представляли народный ансамбль эстрадного танца «Алые паруса» и детский образцовый ансамбль «Жемчужины Дона». С каким багажом вернулись международного фестиваля коллективы, одним из первых узнал Артем Бегоцкий. Оглушительный успех. Именно такой эпитет, пожалуй, будет уместен для характеристики подведения итогов фестиваля «Звездный дождь». «Золотой дождь» буквально пролился на волгодонские коллективы. Такого количества наград давно не привозили, да и привозили ли вообще наши ансамбли с престижных международных форумов. Ребята руководителей поздравил лично мэр Волгодонска Виктор Хирсов. Три первых места, четыре вторых, три третьих, а также гран-при «Звездного дождя». Обладателем гран-при международного конкурса «Звездный дождь» в городе Ростове-на-Дону стал коллектив «Алые паруса». Когда смотрел на вас, у меня слезы наворачивались на глаза, настолько мне было приятно, радостно, что у нас такие замечательные виды. Эта победа позволила «Алым парусам» представлять Россию на международном фестивале в городе Сочи в январе будущего года. Благодаря своему профессионализму и самоотдаче коллективу удается с каждым годом ставить все более амбициозные и высокие цели и достигать. Я занимаюсь уже 11-й год. Вообще мне нравится танцевать. Это очень интересно и занимает мало времени. Руководители очень хорошие. Коллектив у нас большой, да, уже заслуженный. Нас уже знают не только в городе Волгодонске, но и в области. И вот сейчас уже нас знают и по всей России. Могу себя назвать очень счастливым человеком, так как наш коллектив шагает по ступенькам все выше и выше. Желание побеждать, желание соревноваться у детей есть. 1 июня, в День защиты детей, «Алые паруса» по традиции проведут свой отчетный концерт, где зрители смогут увидеть как старые, давно полюбившиеся танцы, так и премьеры постановок. Артем Бегоцкий, Сергей Овчаренко. Новости ВТВ.